Наверное, ничего подобного, ничего сильнее этой речи я, наверное, не слышал ни в ТикТоке, ни от политиков. Вы только послушайте. Вот когда пошли вот такие слова, понимаешь, в отношении моей расы, да, это касается и тебя, в первую очередь, или тебя не касается, да, это касается только тебя лично. Дорогой мой, я тебе, как казашка, казаху говорю. Ты не казах, ты продажная шкура, которая стремишься в запад. Ты хочешь продать мою страну, ты шатаешь мою страну. Для тебя, походу, Тукаев не авторитет. Раз ты не придерживаешься нейтралитета положенного, с 24 февраля, такие как ты, бегаете по казахстанским эфирам и шатаете, и проявляете ненависть, сука, к другим национальностям. А в первую очередь, к русским, хотя вспомни, сколько людей, сколько мы жили, бок о бок. А вот такие как ты, ты не достоин звания быть казахстанцем. Я не говорю за нацию, даже я тебе не за нацию скажу. Ты казахстанцем не достоин быть. Раз ты так славишь свою Украину, раз ты живешь душой в Украине, собираешь свои манатки и пиздуешь в окопы. И там поддержишь свою Украину. А, сука, не шатай мою страну, не трогай мой народ, который здесь живет не в одном поколении. Такие как ты, недостойны жить в моей стране. Ты, недостойны, запомни это. Ты первый, кто в любой ситуации предашь свой народ, предашь свою родину, свою власть, свою землю. И ляжешь под кого-нибудь и куда-нибудь. Запомни это раз и навсегда. Ты предатель. Ты человек, который не уважаешь ни власть, ни законы. Ты ничего этого не уважаешь. Ты не достоин звания быть казахстанцем. Ходить и орать лозунги чужой страны. Петь гимн Бандери. Остановитесь, блядь. Казахи мои, казахстанцы, остановитесь, блядь. Иди интернет свой, сука, сделай, алматинец, блядь. Позорище, такие мрази, как ты, блядь, позорят нашу страну. Господи, я хочу от нее детей. Пусть она мне родит монстров, которые завоюют этот мир. Я даже посуду сам готов мыть.